В 1967 году интенсивные вспышки гамма-лучей сначала наблюдались из космоса, и те блестящие взрывы энергии горели более ярко, чем все другие ресурсы из источники гамма-луча в небе. Они прибывают из далекой вселенной, и сидя так ярко на таких больших расстояниях, взрывы гамма-лучей должно быть самые большие известные выпуски энергии, начиная с большого взрыва. Чтобы поймать эти события, исчезающие во мраке, НАСА теперь рассматривает новую обсерваторию, проворный прогресс и отсывчивый космический корабль, который и живет в его названии SWIFT. Гамма-лучи существуют в высокоэнергичном конце электромагнитного спектра. Они часть континиума, который простирается от самых низких радиоволг энергии, через теплово-инфракрасный, тепловых эффектов спектр радиовидеумного света, более высоким энергиям, подобно ультрафиолету и полусам рентгена. Наконец, наиболее энергичная форма электромагнитной радиации с более чем в 100 тысяч раз больше энергии, видимого цвета, является гамма-лучами. Только наиболее сильные или энергичные состояния производят эту форму энергии. Эти события включают распад радиоактивных атомов, столкновение быстродействующих тысяч частиц и накалового материала, нагретого до миллиона градусов. Наблюдение этих вспышек может быть трудным. Гамма-лучи проходят прямо через оптические линзы и зеркала, так что большинство телескопов производят нечеткие изображения. В самой современной обсерватории исполагают эти взрывы в пределах неопределенной части неба размером во много раз превышающим полного лоба. Ученые нуждались в лучшем пути. Более новая техника, называемая кодирование апертурно-формирование изображений, производит более острую картину с позициями наблюдениями, точенными в пределах нескольких дуг в минуту. Серватория Беппосакс была первой использовавшей эту технику, чтобы наблюдать эти испускания энергии. Это могло быстро и точно располагать гамма-лучи взрыва в пределах нескольких точек часов чувствительных телескопов рентгеновских лучей по отношению к событию. Хотя источник исчез, по факторам 1000 тех частей Беппосакс был бы способен обнаружить более слабое послесечение рентгена. Когда оптический телескоп смотрели на эти источники, они видели тусклые, классные исчезающие точки света. Астрономы узнали, что они могут изучать эти изрывы после того, как первые немногие секунды выпуска гамма-лучей прошли. Спустя несколько часов было после свечения все еще достаточно яркое для большинства апертурный телескоп, чтобы собирать важные события данных и определять расстояние красного смещения. Результаты удивительные. Один хорошо наблюдающийся взрыв порождет свыше 9 миллиардов световых лет от Земли. Его гамма-лучи путешествовали в течение трех-четвертий многооставления Вселенной. Устанавливая размеры и мощность в перспективе, имели эту гамму-лучь взрыва, происходило только тысячи световых. На нашей стороне галактики вспышка была ярче солнца десять раз, чем оно светит днем. Даже с этими недавними открытиями большие вопросы остаются. Какие естественные события могли производить такую удивительную мощь, сильное извержение, которое преобразовывает стоящие звездные массы и энергию гамма-луча, что делает такой мощный взрыв, уплотняя его среду? Что могут эти состояния? Выпуски энергии сообщать нововселенной законам физики и предзвучаемых состояния. Чтобы решить эти тайны в Жену Руне, Согрудничество ученых Соединенных Штатов, Великобритании и Италии предлагает следующий шаг – миссию по имени Свист. На новой обсерватории быстро передрисует множество лучших инструментов к активным взрывам, помогая поднять завесу тайны, окружающие это явление. Предложенный космический корабль будет содержать три инструмента. Увидитель телескоп взрыва БАТ-Аванс, закодированный из апертурный кома-лучи телескоп. Учительный телескоп Лениновский лучей XRT обеспечивает тонкое формирование изображения, спектроскопическое решение. Наконец, обсерваторию понесет увод. Ультрафиолетовый оптический телескоп. С одними инструментами, прокладывающими вместе волю, свифт может помочь приросту информации ученых, которые лучше поймут саму природу взрыва гамма-лучей. Сколько днем обнаружится взрыв в своем широком поле зрения, быстро привив в свою позицию в пределах 13 степени. Свифт немедленно увидим большие апертурные телескопы на Земле, где находить их новую цель. В то же самое время космический корабль будет самый быстрый. Точно как телескоп Лениновский лучей, ввод может немедленно преднаблюдать случай. Менее чем одной новой позиции вспышки. Первые минуты гамма-луча, взрывы критичны достаточно яркие на видимом свете ленгельника. Быстро показывать их расстояние позиции газа и пыли в области. Упункт этой вспышки оставят отчетливые отпечатки в данных. Хотя после свечения остается влиять на следующие минуты, часами и днями, где чувствительные инструменты на свифт периодически возвращаются в последние взрывы. Проверяет их спад, так же как БАТ находит новые взрывы на ежедневной основе. Инструмент на свифт предоставит основное понимание о том, что касается точной причины взрыва гамма-лучей. Две основные теории сейчас изучаемы. Одна модель является суперновая и вдруг в конце цикла жизни массивная звезда быстро сжигает топливо и падает на себя. Смертельный крик от падающей звезды является криком рождения черной дыры. Результат является грандион с взрывом гамма-лучей. Огромные звезды живут мало и блестящим жизнью в ней не в времени, что перемещается очень далеко со своих мест рождения. Ученые верят, что взрывы сверхнового будут обнаружены близко от звезд, формирующих регионы, компанией и многих других ярких молодых звезд. Гамма-лучей модели взрыва в секунды включает два нейтронных звезды, запертых на плотное объекте вокруг друг друга. Они медленно уходят внутрь, исчезая. Они сливают свою формирую черную дуру. Миллиард лет требуется их орбите, чтобы распасть пара нейтронных звезд может задаваться вопросом далекой от первоначальной галактики. Если они производят сам случай с гамма-лучей, они будут найдены в глубоком межегалактическом пространстве. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok